Добрый вечер, в эфире Вест Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Кто будет представлять Карачаево-Черкесию на международной выставке «Россия»? Подробнее об этом форуме сегодня рассказали в Миноконном развитии республики. Осторожно, ложные сообщения сотрудники МВД и ФСБ установили личности граждан, причастных к двум ложным сообщениям о готовящихся терактах. Особые условия для льготников. Республиканская стоматологическая поликлиника приглашает граждан на протезирование. Кто имеет право? Они видят яркие краски в красивых песнях. Хор Всероссийского общества слепых выступил с концертом в Бесклинее. Сегодня в правительстве руководитель Миноконном развитии Артур Езау встретился с теми, кто будет представлять наш регион на международной выставке «Россия». Эстрадные исполнители, спортсмены, люди, известные далеко за пределами малой родины, добившиеся весомых успехов в той или иной сфере. Теперь им поручено заняться продвижением бренда Карачаева-Черкесии в информационном пространстве, в том числе и о достопримечательностях, культуре и традициях народов. А 8 декабря на международной выставке пройдет День нашей Республики. Мы приглашаем вас всех одновременно в этот день прийти на форум-выставку, на наш стенд и максимально достойно презентовать нашу Республику, рассказать о ней и привлечь как можно большее количество людей на это мероприятие. Задача каждого региона – как можно ярче рассказать о себе и о достижениях Республики. Свою продукцию на международной выставке в форуме «Россия» представит и бренд Хитсунов. Это одна из лидирующих компаний на Северном Кавказе. Подробности у Альбины Ланковой. На выставку в Москву мы повезем свою продукцию – колбасные изделия, мясные деликатесы, а также наши новинки – консервные изделия из сырокопченой колбасы. Нас пригласили по инициативе Министерства сельского хозяйства. Для нас это на самом деле большая честь. Очень приятно представлять Республику. Надеюсь, что все пройдет замечательно. Компания развивается на федеральном уровне. Представлена во многих регионах страны. Активная работа проводится в Москве и Центральной России. Планируют заходить в страны СНГ, Казахстан и Белоруссия. Работают в компании Хитсунов больше ста человек. На самом производстве задействовано около пятидесяти. На всех циклах используют оборудование высокого качества. Отборные свежие ингредиенты служат залогом успеха Хитсуновых. Выпускают 40 видов продуктов по стандарту халяль – из мяса, птицы, говядины и баранины. В том числе колбасы, полуфабрикаты и деликатесы. Продукция уже завоевала заслуженную репутацию у покупателей. В 2025 году компания намерена утроить мощность производства и расширить её ассортимент, говорит Алёна Хитсунова. В планах – разводить собственных животных и птицу. Реализация идеи благоприятно скажется в развитии сельского хозяйства и создании новых рабочих мест. В компании работают очень много наших родственников. И, естественно, мы к этому делу относимся очень глубоко. Это не просто бизнес, это действительно дело всей жизни нашей семьи. Мы кушаем сами эту продукцию, мы кормим наших детей, вкладываем туда сердце, душу, всю любовь, как говорится. И стараемся развивать это направление и доказывать людям, что колбаса – это не просто бутерброд. А колбаса – это в том числе и высокая кухня, и это шикарные деликатесы, и это вкусный завтрак, это прекрасные моменты с семьёй. Уже скоро каждый гость выставки в Москве на ВДНХ сможет оценить вкус и аромат представленной колбасной и деликатесной продукции. Ещё много интересного можно будет увидеть на ней от наших местных производителей. А также посмотреть экспозиции, посвящённые экономическому потенциалу, природе и культуре региона. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Помимо компаний Хитсунов, в выставке примут участие ещё три предприятия. Все они выполняют значимую роль в развитии экономики нашей республики. Отбор проходил в соответствии с критериями организаторов выставки. На экспозиции будут представлены колбасные изделия, варенье, мёд, чай и минеральная вода. Первый заместитель министра сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Джамбулат Лехов также отметил, что участие в выставках и форумах стимулирует развитие отрасли, помогает создать плодотворную среду для продвижения предприятий республики и привлечения потребителей. Выставка подразумевает под собой проведение ярмарки в два этапа. Карачаева-Черкесия примет участие в ярмарке в начале декабря 2023 года и в начале апреля 2024 года. Предприятия всем довольно-таки известны. Они принимают участие в наших ежегодных ярмарках. Одно из предприятий, ООО «Дарыг-Дамбая», недавно представляло нашу республику в Всероссийском фестивале «Вкусы России». В Черкесске уже следующей весной на базе Северокавказской государственной академии начнет свою работу в первый в республике военный учебный центр имени Героя России, военного лётчика, совершившего подвиг в зоне специальной военной операции Канамата Баташева. Об этом сообщил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Идея вуза об открытии Центра по военной подготовке студентов в нашей республике была одобрена в прошлом году министром обороны Сергеем Шойгу. Теперь параллельно с обучением по основной программе высшего образования ребята на добровольной основе смогут освоить воинскую специальность без отрыва от учебы и получить военный билет наряду с дипломом о высшем образовании. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, ночью в отдельных районах сильные осадки. Ветер восточный с переходом днём на западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 3, плюс 2, днём до 15 градусов тепла и местами до плюс 7. В Черкесии ночью и утром дождь, днём без существенных осадков. Ветер восточный с переходом днём на западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,6, а днём 13-15 градусов тепла. Сотрудники МВД по Карачаевой Черкесской республике по взаимодействию с коллегами из регионального ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности граждан, причастных к двум ложным сообщениям об готовительстве акта терроризма. Так, 6 октября в чат одного из мессенджеров был направлен текст, содержащий сведения о якобы существующей угрозе посетителям школы в Черкесске. Также 15 августа в региональном канале другого мессенджера появилась публикация об опасном предмете в лечебном учреждении. Сотрудники полиции во взаимодействии с другими экстренными службами выехали на места и проверили информацию, которая не подтвердилась. Оперативники выяснили, что оба сообщения написал бывший ученик ранее указанного образовательного заведения, не достиг же возраста 14 лет. Причем в совершении второго деяния он вовлек своего ровесника. Противоправные поступки несовершеннолетних совершили от имени своих юных знакомых из личной неприязни к ним. По всем фактам возбуждены уголовные дела. С установленными школьниками и их родителями полицейские провели профилактические беседы. В соответствии с законом Карачаева-Черкесии от 12 января 2005 года есть категория льготников, которые имеют право на бесплатный ремонт изготовления зубных протезов. И Республиканская стоматологическая поликлиника со дня издания документа продолжает проводить эту работу. Алла Динаева подробнее. Приближается 2 ноября. День памяти жертв карачаевского народа. И Республиканская стоматологическая поликлиника напоминает жителям Карачаева-Черкесии, что доктора продолжают оказывать льготное протезирование. В соответствии с законом Карачаева-Черкесской республики о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и о социальной поддержке отдельной категории ветеранов, имеющих право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов, это лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, ветераны военной службы и труженики тыла. Мы будем рады видеть всех с поликлиники и оказать всестороннюю помощь в зубопротезировании. Сотрудники Республиканской стоматологической поликлиники предлагают такие виды льготных ортопедических конструкций, как... В рамках льготного протезирования мы протезируем съемными протезами, несъемными к несъемным относятся штампованные коронки, литые конструкции, мастовидные и литые короночки. Если этого недостаточно, то используем индивидуальный подход, подбираем необходимую конструкцию для восстановления улыбки и жевательной функции. Для реализации льготного протезирования лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам военной службы, при себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Прийти на приемы и получить консультацию и рекомендации по дальнейшему протезированию можно с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в Республиканской стоматологической поликлинике в Черкесске, улица Горького, 6А. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесии продолжают выявлять факты незаконной ловли форели. Так, в сентябре гражданин России осуществлял вылов ценных пород рыб на территории государственного природного заказника «Давудский», который относится к категории особо охраняемых природных территорий. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия. Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона, что ловли форели в притоках рек, которые являются объектами рыбохозяйственного значения Карачаево-Черкесской республики, запрещены. В Карачаево-Черкесии стартовала всероссийская акция «Сохраним лес». Всего в рамках акции высадят более 3000 саженцев различных пород деревьев на площади почти 9 гектаров. Каждый желающий может принять участие, выбрав удобную локацию на сайте сохранимлес.рф. «Сохраним лес» – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов, реализуемая в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Работы по искусственному лесовосстановлению на текущий год были в полном объеме проведены в Карачаево-Черкесии весной. Высадка саженцев в рамках акции «Сохраним лес» станет дополнительным лесопосадочным объемом в текущем году. Всего за 4 года в нашей республике высадили более 26 тысяч саженцев различных пород деревьев. Члены республиканской организации Всероссийского общества слепых посетили Хабецкий район. В Доме культуры аула «Беслиней» хор «Гармония» выступил с концертом, а руководство организации вручило почетные грамоты. Подробности у Али Баташева. Концерт проходил в рамках месячника «Белая трость», задача которого – побудить людей вспомнить о том, что рядом с ними, подолгу оставаясь незамеченными, живут те, кто не видит всех красок окружающего мира. Татьяна Сорокина исполнила песню про город любви, где люди могут понять и принять друг друга со всеми достоинствами и недостатками. Посидим, помолчим, не нужны слова. Виноваты мы, а любовь права. Республиканская организация Всероссийского общества слепых объединяет почти полторы тысячи людей с нарушениями зрения. Хотим показать, что возможности не ограничены при любом состоянии, поэтому для людей это будет сравнение, потому что считают, что определенно здоровые люди, а если маломобильные люди, то они ни на что, грубо говоря, не способны, их начинают нячить. Нет, они прекрасно все могут, только при создании соответствующих условий. Анзор Охтов – инвалид по зрению. Несмотря на испытания, он нашел в себе силы обучиться профессии и реализовать себя в работе. Благодаря Республиканскому обществу слепых он смог освоить компьютер, закончить курсы и получить работу. Мне дали возможность поехать в Кисловодск, выучиться на массажиста медицинский. Я выучился, съездил, выучился. Сейчас работаю массажистом. Все хорошо у меня. Почетные грамоты общества слепых получили жители Хабевского района Александр Лахов и Анзор Охтов. Али Баташев, Белла Чикатуева, Али Бастанов. Вести Крачево-Черкесия. Хабевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!